Приветствую Вас! Меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я дам рекомендации для тех, у кого дома находится онкологически больной. Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, процент больных с далеко зашедшими формами злокачественных опухолей еще очень высок. И часто, к сожалению, приходится слышать от врача-онколога, что дальше проводить больному специальное лечение нельзя, а выданной на руки справки, есть лишь лаконичная запись. Рекомендуется симптоматическая терапия. Что это такое и как быть дальше? Симптоматическая терапия направлена прежде всего на устранение наиболее тягостных проявлений болезней, нарушений психоэмоционального состояния, боли, одышки, отеков, желудочно-кишечных расстройств. Клинический опыт показывает, что правильное проведение симптоматического лечения сохраняет жизнь на несколько месяцев и даже лет. Вопрос, который наиболее часто задают родственники больного – не заразен ли рак. Исследования ученых не подтверждают передачи рака путем прямого контакта от больного к здоровому человеку. Не отмечены случаи заражения врача злокачественными опухолями от онкологически больного. Однако порой вокруг страдающего человека образуется своего рода вакуум, его изолируют, сторонятся, не допускают к нему детей, внуков. Это жестокость. Причем бессмысленная. Потому что не имеет под собой никаких оснований. Родные и близкие должны проявлять максимум милосердия, терпения, внимания, окружать больного заботой, ухаживать за ним, не боясь заразиться. Это очень важно еще и потому, что нередким спутником злокачественных опухолей становится нарушение психоэмоционального состатуса. Тревога, напряженное состояние окружающих легко передается больному. Ровное и доброжелательное отношение в сочетании с правильно подобранным медикаментозным лечением может в значительной степени снять негативное проявление болезни и даже улучшить физическое состояние. Одно из самых тягостных проявлений генерализованного опухолевого процесса — это боль. Нередко выраженная, но постоянная, усиливающаяся в ночное время, она способна причинить немало страданий. Практику терапии в каждом конкретном случае определяет только онколог. Он и назначает необходимые обезболивающие лекарственные средства. Если они не снимают боль или снимают на очень короткий промежуток времени, самим увеличивать дозу не надо. Вызов врача — расскажите ему об этом. Врач или увеличит дозу, или назначит другое лекарство. В дальнейшем вместе с онкологом лечить больного и наблюдать будет участковый терапевт. Часто у больных пропадает аппетит, что приводит к ослаблению и истощению организма. Поэтому особое внимание уделяйте соблюдению режима питания. Лучше кормить больного небольшими порциями несколько раз в день. Можно давать перед водой немного горечи. 7-10 капель настойки полыни на 1 треть стакана кипяченой воды. Витамины, отвар шиповника. При поносах диета должна быть очень калорийной, с достаточным содержанием белков и витаминов, химически и механически щадящих. Мясо допустимо только вареное и в измельченном виде. Паровые котлеты, кнели, суфле, полезные соки черноплодной рябины. В этот период нужно исключить соки из слив, винограда и персиков. Если этих рекомендаций оказывается недостаточно, снова идите к врачу, чтобы он помог. При запорах больному требуется больше клетчатки. Помогут ему и очистительные клизмы с лекарственными травмами, например, ромашкой, свечи с глицерином, солевые или растительные слабительные средства. Очень важно оберегать ослабленных больных от гриппа и других вирусных заболеваний. Они могут вызвать тяжелую пневмонию или активизировать любое дремлющее заболевание. Думаю, вам понятно теперь, почему так важно ухаживать тщательно и за пролежнями, ведь это открытые ворота для проникновения в организм возбудителей самых разных заболеваний. Поверхностные пролежни и язвы можно обрабатывать трехпроцентным раствором перекиси водорода, слаборозовым раствором перманганата калия и делать повязки с двухпроцентным раствором борной кислоты. Если это не помогает, спросите у врача, какой препарат лучше использовать для приступок на рану. Когда речь идет о глубоких или обширных язвенных поражениях, обязательно посоветуйтесь с врачом. Если у больного есть гнойные раны, это всегда создает помещение, где находится специфический запах, неприятный не только для окружающих, но и для самого больного. Поэтому обязательно проветривайте комнату несколько раз в день, протирая влажной тряпкой пол, подоконник, смачивайте ее в 1% или 2% растворе хлорамина. Родственникам придется научиться перестилать постель, не снимая больного с кровати, переодевать белье, как можно меньше беспокоить его при этом. Чтобы сменить простыню, осторожно поверните больного на бок, к краю кровати, освободившуюся половину простыни скатайте валиком и на ее месте постелите чистую простыню, на половину которой тоже скатайте валиком. После этого поверните больного на чистую половину простыни, уберите старую и распрямьте скатанную часть новой, а затем положите больного так, как ему удобно. Обязательно следите за тем, как принимает больное лекарство. Не держите все препараты у его постели, особенно это относится к сильно действующим средствам или наркотикам. Ставьте на прикроватный столик или тумбочку столько лекарств, сколько требуется на один прием. А еще лучше постарайтесь сами дать больному лекарство. И, пожалуй, самое главное, что необходимо такому человеку – это внимание и забота. Борьба за каждый день его жизни. Напишите в комментарии, с какими трудностями вы сталкиваетесь при уходе за онкологическим больным. Ставьте мне лайк за это видео, подписывайтесь на полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.